Новая сессия Конгресса в первый же день работы погрузилась в хаос. Республиканцы теперь в большинстве, и для начала им нужно избрать нового спикера Палаты представителей. С этим тут же образовались проблемы. Нынешний лидер республиканцев Кевин Маккарти столкнулся с упертой позицией со стороны правого крыла партии. Сторонники жесткой линии, в том числе представители Скотт Перри, Энди Биггс и Лорин Боберт, выступают против него, опасаясь, что Маккарти менее глубоко вовлечен в культурные войны и межпартийное соперничество, соперничество, которые доминировали в Палате представителей, тем более со времен Дональда Трампа в Белом доме. Они требуют от Маккарти уступок в свой адрес, в том числе желая получить право в любой момент объявить вводу недоверия и лишить его поста спикера. В таком случае позиции Маккарти на посту спикера будут очень шаткими, ведь над ним будет постоянно нависать угрозы потерять свою должность. Хоть диссидентов в стане республиканцев немного, но их достаточно, чтобы заблокировать утверждение Маккарти. Это вызвано тем, что республиканцам удалось получить шаткое большинство в Конгрессе. Только в пять мест, а сейчас правое крыло республиканцев этим пользуется, оказывая давление на партийный истеблишмент. Тем из нас, кто сегодня не будет голосовать за Кевина Маккарти, не радуются тому дискомфорту, который принес этот момент. Но если вы хотите осушить болото, вы не можете поручить это действие самому большому аллигатору в этом болоде. Мы из Флориды, мы знаем, о чем говорим. В прошлом вечером мы предложили Кевину Маккартни условия, которые он отверг. Мы добивались согласования в первом квартале 118-го Конгресса по ограничению сроков. Он отказался. Мы хотели, чтобы бюджет Республиканского исследовательского комитета был сбалансирован в первом квартале. Он отказался. Нам нужен план того, что мы будем делать на южной границе, которую, например, делегация Техаса уже составила. Но и тут он отказался. Правда, согласитесь, что при таких обстоятельствах нам трудно доверять мистеру Маккарти. Речь идет не о короле бала, речь идет не о пасторе. Речь идет об избрании человека на место спикера, чтобы мы все могли приступить к работе из 222 республиканцев. Напомню всем, что есть всего 218 голосов, чтобы давиться чего-то принятого. Это означает, что мы все сильны, каждая фракция в республиканской партии. Таким образом, не будет крошечной маленькой группы, которая будет требовать своего, потому что они хотят председателя комитетов, что они хотят определенных руководящих должностей. Это не так, это не так работает. И это худшее, что они могут сделать для страны. Я в ярости из-за этого и собираюсь продолжать вызывать всех их на бой. Мы будем бороться с этим. Посмотрим, что произойдет. С критикой этих действий уже выступили многие бывшие и действующие лидеры республиканцев, включая Трампа, публично поддержавшего Маккарти. Но они все равно не сдаются и упрямо требуют себе уступок, лишь бы иметь возможность влиять на процесс принятия решений в Конгрессе. Будучи уверенным в своей победе, Маккарти уже даже заранее въехал в офис спикера. Однако в ходе первого раунда голосования сразу 11 республиканцев отказались поддержать Маккарти. Теперь, чтобы стать спикером, ему нужно убедить минимум семерых из них в ближайшее время изменить свой голос. Впервые за 100 лет Конгресс не смог сходу утвердить кандидатуру спикера. Вскоре предстоят новые раунды голосования. Если Маккарти не удастся победить, то вместо него будут двигать более компромиссную фигуру. В любом случае, это символизирует то, насколько расколоты нынче республиканцы, и как им нелегко придется управлять Конгрессом, если они даже не могут избрать себе спикера. Продолжение следует...